Дай почитать. Дай почитать. Дьявол предлагает ему один день жизни, но взамен что-то должно в этом мире исчезнуть. Первое, что пропадает, это телефоны. Мобильники появились в нашей жизни всего около 20 лет назад, но за такое короткое время им удалось установить над нами полный контроль. Трудно себе представить, что мобильные телефоны сотворили с человеческим мозгом. Оказалось, что герой не помнит ни одного номера, кроме номера возлюбленной. Он, как и мы, все доверил телефону, свою память и свои отношения. Следующий день жизни, и исчезают фильмы. Текст просто мудр. Мы все знаем, что однажды жизнь подойдет к своему завершению, но все равно ведем себя так, словно собираемся жить вечно. По мере того, как главный герой переживает известие о своей болезни, он прозревает. Совершил ли я что-то значительное за свои 30 лет? Проводил ли я время с теми людьми, с которыми действительно хотел общаться? Сказал ли я нужные слова людям, которые много значили в моей жизни? Одним из главных литмотивов книги становится отношение в семье. А еще нельзя забывать о котах. Главный герой вспоминает историю жизни кота-латука, а благодаря дьяволу может теперь поговорить со своим котом-капустой и узнать много интересного о нем, о себе и о жизни. Дьявол предлагает еще один день. Теперь должны исчезнуть часы и время. И только так герой, а вместе с ним и мы задумываемся над тем, как мы безрассудно теряем свое драгоценное время. На предложение прожить еще один день, но с условием, что исчезнут в мире все кошки, главный герой ответил резким отказом. И решил принять жизнь такой, какой она ему была дана. Мы прощаемся с ним в воскресенье. Он едет на велосипеде к отцу и везет ему теперь уже навсегда кота-капусту. Это книга о любви и смелости. Она для тех, кто не боится размышлять и смотреть правде в лицо. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать! Дай почитать! Дай почитать! Продолжение следует...